Здравствуйте, дорогие друзья! На этом занятии мы с вами вынесем общий код вот из этих вот классов представлений, которые у нас есть, в отдельный класс, который можно воспринимать как миксин. Вообще, миксин в переводе с английского означает «примесь». И те из вас, кто хорошо знаком с объектно-ориентированным программированием, уже знают, что такое миксины и для чего они служат. Но я всё же сделаю небольшую ремарку и подробнее поясню этот момент. Вообще, миксины были придуманы для возможности единообразного оперирования объектами. Вот представьте, что разрабатывается интернет-магазин, и для каждого товара система предполагает получение следующих стандартных свойств, якого идентификатора, габаритов, веса и цены. Для материальных товаров это всё имеет смысл. У них есть и габариты, и вес, и цена, и идентификатор. Но для информационных товаров, такие как, например, электронная книга или приложение для смартфона, понятия габарита и вес, они не определены. Тем не менее, система магазина в целом обращается к этим свойствам объектов. Как сделать так, чтобы каждый объект, представляющий товар, имел все вот эти вот свойства по умолчанию? Конечно, мы можем непосредственно приписать их, допустим, вот так вот в классе. То есть создать некий класс, представляющий вот эти вот наши товары, и здесь будет, допустим, получить вес, получить цену, ну и так далее. То есть вот по всем этим параметрам мы можем прописать соответствующие методы. Но это начинает плохо работать при наличии разветвленной иерархии объектов, когда каждый товар представляется своим отдельным классом. Тогда пришлось бы в каждом из этих классов прописывать вот все эти методы, что нехорошо. Поэтому, как вы уже догадались, все это можно, конечно же, вынести в базовый класс. Например, вот такой класс ГУДС, и вот эти вот классы унаследуют уже вот от этого вот базового. Но иногда наборы разрозненных классов не имеют единого базового класса. Либо базовый класс находится на таком уровне абстракции, что в него писать вот такие вот конкретные методы – это прямой путь к мешанине кода. Вот как раз вот для таких случаев, когда нужно дополнительно к уже существующей иерархии добавить какие-либо общие для разнородных классов данные и методы, и применяется вот механизм миксинов. Вообще в разных языках миксины реализуются по-разному. Но в частности в Python, благодаря наличию механизма множественного наследования, примеси можно добавлять в виде отдельного базового класса. Вот смотрите, например, вот у нас есть классы представлений в нашем проекте – Women Home, ADD Page, Show Post. Они все уже унаследованы вот от таких вот базовых классов, которые мы с вами создавали на предыдущих занятиях. Так вот, мы к ним, вот каждому из этих классов, можем дополнительно добавить еще один базовый класс, пусть он называется вот так вот – Data Mixing. Причем этот класс лучше прописывать в самом начале, то есть когда мы объявляем наш класс, допустим, вот Women Home, то вот этот вот класс миксина, его следует прописать первым. Почему так? Потому что в Python класс, который записан первым, первым и обрабатывается. Следовательно, атрибуты, которые будут записаны вот в этом классе Data Mixing, и будут затем использоваться при создании всего вот этого вот объекта. То есть если у нас есть общие атрибуты и вот в этом классе, и вот в этом базовом классе ListView, то будут взяты именно атрибуты вот из этого вот первого класса Data Mixing. То есть повторяющиеся атрибуты берутся из первого класса. Вот именно поэтому миксина лучше записывать в первую очередь. Давайте определим вот этот вот класс Data Mixing в нашем приложении, и, соответственно, уберем дублирование кода. Что это за дублирование кода? Я еще раз поясню. Вот смотрите, у нас в каждом классе представлений есть вот такой вот метод GetContextData. И в этом методе мы прописываем каждый раз вот эти строчки. ContextMenuMenu, потом Title определенный, ну и вот, соответственно, CutSelected. Давайте это как-то оптимизируем. Итак, для начала нам нужно прописать класс Data Mixing. Где он должен быть прописан? Обычно в Django все дополнительные вспомогательные классы объявляют в отдельном файле. И мы создадим такой файл непосредственно здесь в нашем приложении. И он, этот файл, обычно называется вот так вот, Utils, то есть утилиты. Ну и в этом классе Utils мы пропишем следующее. Значит, я вот этот вот, вот эту вот коллекцию меню перенесу в тот класс. Вы сейчас поймете почему. Значит, копируем отсюда и вставляем. Кроме того, здесь будет прописан класс Data Mixing. Я его сразу так вот пропишу и сейчас объясню, что он делает. Значит, вот здесь вот есть метод GetUserContext. Этот метод как раз будет создавать контекст для шаблона. То есть вот этот вот дублирующий код, он как раз связан с формированием контекста для шаблона. Ну, шаблоны разные. Вот здесь, например, Index.html. В других классах представлений другие шаблоны. Но вот этот вот код, который, вот этот контекст, который мы создаем, он как раз и дублируется. Поэтому мы вот здесь вот создали вот такой вот метод GetUserContext, который будет формировать нужный контекст по умолчанию. Что он будет делать? Значит, во-первых, мы вот здесь вот первой строчкой сформируем начальный словарь из тех именованных параметров, которые были переданы вот этой вот функции. Далее, мы здесь же будем формировать список категорий. Если вы помните, на одном из предыдущих занятий мы создавали вот такие вот пользовательские шаблоны. В частности, Vimentax. И с помощью вот такого тега ShowCategories уже вот здесь вот в шаблоне BaseHTML мы выводили наши рубрики. Поэтому я сделаю так. Уберу вот этот вот тег и вместо него пропишу вывод рубрик уже непосредственно через коллекцию Cuts. То есть так, как это у нас было изначально. И, соответственно, вот эта вот коллекция будет передаваться в этот шаблон благодаря тому, что мы формируем такой контекст. То есть вот контекст Cuts равняется вот этой вот коллекции Cuts. То есть все категории, которые прочитаны из таблицы категории. Ну и чтобы мы могли использовать здесь вот эту вот модель, мы ее импортируем. Соответственно, делаем импорт. Значит, что у нас здесь? Мы пропишем импорт вот так вот. Вот так вот будет правильней. И причем здесь опишем все модели на всякий случай. Мало ли что, может быть, еще и Viment тоже будем использовать. Все. То есть у нас здесь формируется контекст для меню, контекст для рубрик. Это общий код для всех наших классов представлений. Ну и кроме того, мы здесь формируем вот такой вот ключ еще, CatSelected, со значением 0 по умолчанию. И смотрите, мы здесь делаем вот такую проверку. Если вот здесь вот в параметрах мы этот ключ как-то определяем, то есть передаем сюда, то вот здесь вот в контексте, вот когда мы его по умолчанию создаем, этот ключ будет присутствовать. И в этом случае мы его переопределять уже не будем. Но если вот здесь вот ключ, вот этот вот CatSelected, не присутствует, то есть в такой параметре мы не передавали, тогда мы по умолчанию его создадим равным 0. То есть вот эти вот две строчки делают именно это. Ну и далее контекст возвращается. Все, вот в нашем миксене мы сформировали вот такой вот вспомогательный метод. Ну и давайте теперь посмотрим, как всем этим можем воспользоваться. Перейдем уже вот сюда непосредственно в файл ViewSpy. Вначале импортируем вот из этого вот Utils все, что мы в нем прописали. То есть вот этот вот класс Data Mixing, ну и вот это вот меню в принципе тоже импортируется. Далее, вот здесь вот, когда мы создаем класс представления Women Home, то, соответственно, первым делом мы вот этот вот Mixing, вот этот вот класс Data Mixing, вот так вот сюда вот пропишем. И далее мы в принципе готовы убрать вот это вот дублирование. Смотрите, я уберу вот эту вот строчку. Да все три строчки уберу, они в принципе сейчас вот здесь не нужны. И вместо них пропишу вот такую строчку. Смотрите, мы вызываем вот этот вот метод GetUserContext через self. Почему мы так можем делать? Потому что вот этот вот класс Women Home, когда вот этот вот объект будет создаваться в момент поступления запроса, то вот через этот self мы можем обращаться ко всем методам базового класса. Так как у нас в Data Mixing прописан вот этот вот метод GetUserContext, то, соответственно, мы к нему вот так вот можем обратиться. self.getUserContext. Ну и далее мы передаем один именованный параметр Title, главная страница. Поэтому когда вот здесь вот мы будем создавать начальный контекст, то у нас появится словарь с ключом Title и значением главной страницы. Ну а все остальное в контекст будет добавлено автоматически. То есть вот здесь вот контекст CDEV будет как раз формировать то, что нам нужно. И совместно вот эти вот два словаря, вот этот вот CDEV и контекст, как раз и будут формировать нужный нам общий контекст. Как нам объединить эти два словаря? Ну давайте я вот так вот напишу здесь вот следующей строчкой, чтобы было понятно. Значит мы объединяем словарь вот так вот. Мы создаем, соответственно, список из первого словаря, из второго словаря, и потом на основе этого списка формируем общий словарь. Ну пусть на общий словарь тоже ссылается контекст. Хотя вот это вот все можно записать было бы непосредственно вот здесь вот. Retune и общий словарь. Давайте я вот так вот напишу, это будет даже правильней. Вот, то есть мы формируем общий контекст на основе вот этих вот двух словарей. Вот этот вот словарь, он формируется на основе вот этого вот базового класса listView. Вот этот вот на основе вот этого вот миксина. Ну и далее мы все объединяем. Давайте посмотрим, как это все у нас сработает. Перейдем вот сюда вот в терминал, запустим тестовый веб-сервер, это команда Python, ManagePy и RunServer. Нажимаем Enter, и сервер у нас запускается. Да, вот он запустился. Переходим на главную страницу, и у нас здесь отображается вот то, что формирует вот этот вот класс представления WomenHome. То есть, в принципе, у нас страница отобразилась как надо. Вот здесь вот заголовок, главная страница, главное меню, потом категории, которые были взяты из базы данных, то есть, все три категории. Ну, соответственно, у нас все работает так же, как это было и ранее. Теперь давайте во всех остальных классах представления повторим эту операцию, тоже унаследуем их вот от этого вот миксин, то есть, добавим миксин, ну и уберем дублирование кода. Значит, вот здесь вот в следующем классе addPatch мы тоже вот здесь пропишем datamixin класс первым делом. Далее вот здесь вот мы уберем вот этот вот title вот в таком виде, который записан, и меню тоже, и вместо него пропишем вот такую строчку. То есть, теперь вот title у нас будет добавление статьи, ну и далее вот здесь вот притем, мы возвратим эти два словаря, контекст и cdf. Все, вот здесь вот мы тоже все убрали лишнее. Далее в следующем классе делаем абсолютно то же самое. Это showPost. Значит, здесь вот у нас будет datamixin. Здесь возвращаться общий контекст. Ну, а вместо вот этих двух строчек мы запишем одну строчку для формирования контекста по умолчанию. Причем, обратите внимание, вот здесь вот заголовок поста формируется на основе вот этого вот контекста, который был сформирован на основе вот этого вот метода getContextData, уже вот этого вот базового класса detailView. Далее, следующий класс — это viming категория. Здесь также мы прописываем datamixin. А вот здесь вот мы сделаем следующее. Значит, смотрите, заголовок здесь формируется вот таким вот образом. Значит, мы вот это вот все уберем. И вот cutSelected тут тоже важен. Значит, эти вот три строчки мы убираем, и вместо них запишем вот такие вот строчки. Значит, getUserContext. В качестве заголовка мы передаем вот такую вот конструкцию. То есть, в принципе, то, что там было записано, только мы теперь передаем через такой вот именованный параметр. И то же самое делаем для cutSelected. Мы передаем ему ID выбранной рубрики. То есть, формируем вот эти вот параметры, опять же, с помощью контекста, полученного ранее. Ну и затем возвращаем объединенный контекст. Все. В принципе, у нас все сделано. У нас все классы представлений теперь используют mixin, и дублирование кода, общий код, был вынесен вот сюда вот в класс datamixin. Давайте посмотрим, как это теперь все будет работать. Перейдем сюда на главную страницу, обновим ее. Здесь все то же самое. Если выберем актрисы, значит, актрисы, певицы, спортсменки. Но тут нет ни одной записи, поэтому у нас генерируется вот такое исключение 404. Ну и все категории. То есть, теперь страница сайта у нас отображается ровно так, как это было и до использования mixin. Вот так вот, с помощью вот такого дополнительного класса, класса mixin, мы можем исключать дублирование кода в наших классах представлений. Конечно, сюда, в этот класс, можно прописывать не только методы, вот как мы это сделали, но и какие-то общие атрибуты, если они есть. То есть, выносить любую общую информацию. Я думаю, в целом понятно, как вот это вот работает, вся вот конструкция с mixin. И давайте теперь посмотрим один стандартный mixin, который есть во фреймворке Django. Вообще, в Django есть множество стандартных mixin, которые мы можем использовать совместно с классами представлений. И использовать их достаточно просто. Я покажу пример одного такого mixin. Вот смотрите, перейдем сюда вот в документацию. Вот по этой ссылке можем почитать о том, как используется система аутентификации пользователя. И в частности, вот здесь есть вот такой вот класс. Он называется LoginRequiredMixin. И вот, соответственно, мы можем о нем здесь найти информацию. В частности, вот здесь вот представлено, как можно использовать этот mixin совместно с классом представлений. Вот даже есть небольшой пример. Вообще, что это за mixin и что он делает? Он позволяет ограничивать доступ к странице для неавторизованных пользователей. Вот смотрите, у нас на сайте есть вот такая вот ссылка, добавить статью, вот такая страница ADDPage. И нам бы хотелось, чтобы вот добавление статьи мог делать только авторизованный пользователь. Как раз вот для этого мы можем ограничить доступ к этой странице с помощью вот этого вот самого mixin. LoginRequiredMixin. Давайте мы воспользуемся. Для начала его нужно импортировать. Вот здесь написано, откуда он импортируется. Вот строчка, да? Мы эту строчку, соответственно, вставим сюда, в файл ViewSpy. Вот таким вот образом. И затем вот этот вот mixin мы пропишем вот у этого класса представления ADDPage. Как раз этот класс и отвечает вот за эту страницу добавления статьи. Значит, мы его здесь вот в первую очередь вот так вот прописываем. И в принципе это все. Он уже работает. Если мы перейдем вот сюда вот на страницу и обновим ее, то, соответственно, вот смотрите. Мы увидим страницу 404, которая будет отображаться неавторизованному пользователю. Но как узнать, авторизован пользователь или неавторизован? Или другими словами, какой пользователь считается авторизованным, а какой неавторизованным? Вот смотрите. Если мы перейдем вот сюда вот в нашу админку, вот по такому адресу, то, как видите, мы сейчас неавторизованы. Давайте авторизуемся, то есть войдем в эту админку вот так вот, 1, 2, 3, 4 пароль, и, соответственно, теперь мы стали авторизованными пользователями. Если перейдем вот сюда вот, и, соответственно, на главную страницу потом добавить статью, то теперь нам эта страница показывается. А вот если выйти из этой админки, то есть мы теперь стали неавторизованные пользователя, и обновим эту страницу, то нам показывает страница 404. И это вот как раз благодаря тому, что мы добавили сюда вот такой вот миксинг. Но давайте вот это поведение нашего сайта улучшим и сделаем его более дружественным. То есть, если пользователь не авторизован, то пусть он перенаправляется в админку, чтобы мог ввести логин и пароль и авторизоваться. Для этого вот здесь вот, в классe add page, можно прописать вот такой вот атрибут, логин url, который указывает адрес перенаправления для незарегистрированного пользователя. Вот в данном случае мы как раз на админ панели попадем. Давайте перейдем сюда вот в браузер, опять же на главную страницу и добавить статью. Смотрите, мы попадаем как раз вот сюда вот. И можем ввести здесь это root, 1, 2, 3, 4. И, соответственно, вот дальше вот мы опять должны на главную страницу перейти и добавить статью. Теперь эта страница нам доступна. Но, конечно, вот так вот в коде писать конкретный url адрес – это не лучшая практика. Поэтому давайте вот воспользуемся вот такой вот функцией – reverse lazy, чтобы мы могли использовать имена для построения маршрутов. Ну и для простоты я тоже вот напишу вот так вот home, чтобы мы делали перенаправление именно на главную страницу. То есть, если пользователь не авторизован, он теперь будет переходить на главную страницу. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Я здесь вот обновлю. Значит, начало. Давайте вот здесь тоже обновим. И мы попадаем на главную страницу. Вот, то есть, смотрите, вот мы нажимаем на «Добавить статью» и автоматически перенаправляемся на главную страницу, потому что мы сейчас не авторизованы. А если авторизоваться, вот так написать 1, 2, 3, 4, и опять вот «Добавить статью», то мы видим вот эту вот страницу. Ну и есть еще один вариант. Если мы не хотим делать какое-либо перенаправление или отображать страницу 404, можно прописать вот такой вот атрибут «RiseException» для того, чтобы генерировалась страница 403 «Доступ запрещен». То есть, вот если мы вот так вот все прописываем, переходим в браузер, выходим из админки, чтобы мы не были авторизованы, обновляем вот эту страницу и видим вот эту страницу с кодом 403 «Доступ запрещен». То есть, вот такие вот варианты вполне можно прописывать, используя такой вот миксинг «LoginRequiredMixing». Конечно, он работает только совместно с классом представлений. Если же мы используем функции представления, то для ограничения доступа следует уже использовать декоратор. В данном случае вот такой вот «LoginRequired». Ну, чтобы им воспользоваться, его опять же надо импортировать. Теперь вот страница о сайте доступна только для зарегистрированных пользователей. Опять же, перейдем вот сюда вот, на главную страницу. Мы сейчас не авторизованы. Нажимаем «О сайте» и видим страницу 404. То есть, с функциями представления немножко здесь по-другому. Используйте декораторы. А если классы представления, то уже все это делается на уровне миксинов. Ну, я вот это вот уберу. Это лишнее. Это я просто для демонстрации написал. Ну, а все остальное, я думаю, понятно. Ну, и возвращаясь вот на наш сайт, было бы логично сделать так, что вот этот пункт «Добавить статью» должны видеть только авторизованный пользователь. То есть, если пользователь не авторизован, то ему вот этот пункт вообще показывать не нужно. Давайте это сделаем. То есть, не авторизованы не будут видеть этот пункт, а авторизованы будут видеть этот пункт. Как это сделать? В данном случае, вот на уровне нашего проекта, это проще всего реализовать вот в этом классе Data Mixing. Потому что именно через него мы и передаем вот это вот главное меню. Я сделаю это следующим образом. Опять же, это будет лишь пример демонстрации того, как это вообще в принципе можно сделать. Значит, вот вместо этой строчки, когда мы меню формируем вот в этом контексте, мы пропишем следующие строчки. А именно, значит, вот я их вот так вот отдельно напишу. Смотрите. Мы сначала, когда будет вот вызываться вот этот метод, делаем копию вот этого вот словаря, то есть, вот этой вот всей коллекции. Далее сохраняем ссылку на эту копию в переменной UserMenu. И затем смотрим. Если пользователь не авторизован, это можно делать через вот такой вот объект Request, который доступен в экземпляре этого класса Data Mixing. Потому что Data Mixing у нас связан с конкретным запросом. А у запроса есть вот такой вот объект Request. Далее, у этого объекта Request есть объект User. А у этого объекта User, в свою очередь, есть свойство isAuthenticated. Если это свойство принимает значение true, значит, пользователь авторизован. Если false, то не авторизован. И мы смотрим. Если вот это вот свойство равняется false, потому что здесь вот not стоит, значит, пользователь не авторизован. И мы из нашего меню удаляем вот этот вот второй пункт. То есть, делаем pop от единицы. Вот эта вот единица, это индекс как раз вот этого вот второго элемента. Мы его убираем. У нас остается всего три элемента. Раз, два и три. Ну и затем в контекст мы передаем уже ссылку на вот это вот меню. То есть, для не авторизованных у нас вот этой строчки не будет, а для авторизованных будут все строчки. Сохраняем. Переходим сюда на сайт. Обновляем. И у нас как раз вот для не авторизованного пользователя пропал этот пункт меню. Давайте авторизуемся. То есть, вот зайдем сюда вот в админку вот так вот. Напишем root. И один, два, три, четыре. Вошли, авторизовались. Переходим сюда. Обновляем. И у нас появляется этот пункт меню. Так, я думаю, более логично, чем все время отображать вот этот вот пункт. То есть, это вот один из примеров того, как мы можем обрабатывать некие общие данные непосредственно вот здесь вот на уровне миксина. Ну, более подробную информацию вот об этой аутентификации. Опять же, можем посмотреть вот на странице этой документации. Ссылка по ней будет, естественно, под этим видео. Ну и вот здесь вот как пример, как можно в шаблонах это использовать. Ну и так далее. То есть, вот если вот здесь вот перейти, вот еще вот пример, как в шаблонах использовать. Здесь вот непосредственно, как использовать на уровне Python. Ну, в общем-то, вот обо всем этом можно здесь подробнее почитать. Ну, а мы в заключении этого занятия сделаем еще одно улучшение. Вот смотрите, если перейдем сюда вот на сайт, у нас есть рубрика, в которой нет вообще ни одного поста, ни одной статьи. Если мы перейдем, то у нас появляется страница 44. Опять же, нам бы хотелось, что если у рубрики, у какой-либо рубрики нет ни одного поста, то ее тоже не надо отображать. Давайте сделаем вот этот функционал. Это делается достаточно просто. Опять же, мы перейдем вот сюда вот в класс Data Mixing. И в этом классе Data Mixing мы будем читать вот эти вот рубрики следующим образом. С помощью вот такой вот команды. Как работает вот вся эта строчка, в частности, вот эта вот агрегирующая функция Count, мы говорили на предыдущем занятии. Я не буду здесь повторяться. Главное, что вот в этой коллекции CAS мы теперь имеем еще одно свойство, которое содержит количество постов, связанных с этой рубрикой. И далее мы этим атрибутом можем воспользоваться на уровне шаблона. То есть вот здесь вот, где у нас выводятся рубрики, мы пропишем вот такое вот условие. Если вот этот вот объект C, который является элементом вот этой вот коллекции CAS, имеет значение вот этого вот свойства больше нуля, это значит, что эта рубрика имеет хотя бы один пост, то мы этот пост здесь выводим. Ну, соответственно, вот EndIf еще один нам нужно прописать. Значит, вот таким вот образом. Все, теперь у нас выводятся только те рубрики, у которых есть хотя бы один пост. Переходим на сайт, обновляем, и теперь спортсменские здесь пропали. И наш сайт приобретает уже более функциональный вид.